Я не хотел жить там, потому что я знаю, что такое русский мир. На следующий день начались пытки, начались издевательства. Иногда хотелось просто умереть. Он отдал жизнь их не сын, их не брат, их не муж, чтобы мои дети жили. Не только его, но и мои. Мы будем выбудовывать Бердянск, мы будем выбудовывать Мариуполь. Ты триджи переселенец, как это стало? Я триджды переселенец, да. Это случилось первый раз в 93-м году, когда Армения находилась в состоянии конфликта с Азербайджаном. Второй раз это был 2014 год, уже в сознательном, осознанном возрасте, когда Русня пришла на нашу землю и оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской области. Ну и третий раз это 2022 год, 24 февраля, когда началась полномасштабная война. Тогда мне пришлось уехать. Почему именно из Вермании переехали в Украину? Ну потому что у меня отец любил Украину. Он здесь работал, в Харькове. Он состоял в худфонде Советского Союза. Он был архитектор, скульптор и по работе его направляли сюда. Когда случился с Чернобыль в 86-м году, то начали для переселенцев из Чернобыля строить дома и строить город. Это город Славутич и мой отец, один из проекторов города Славутич и Риванского квартала. Мы тогда переехали в город Торез, в Донецкую область и жили там, в городе Торезе. Это город, где сбили в 2014 году самолет Боинг. Когда уже они оккупировали Крым, оккупировали часть Донецкой области, и я не соглашался с тем, что происходит непосредственно в нашей области, в моем городе, я решил уехать, потому что повлиять на это я был не в состоянии. Переехал в город Бердянск. И там запынывся, да? К чему? Тоже это отдельная такая история. Я на работе поломал ногу и в гипсе лежал дома. С женой мы мечтали, что приобретем дом и поедем на море. И я говорю, давай купим сразу дом на море, чтобы не ехать. Ну, мы и купили дом на море, слава Богу, и оказались в Бердянске. Мы переехали туда, жили там, дети учились, я работал. Работал обычным строителем. Исталось от 24 лютого 2022 года, так? Да. Было для тебя каким-то добыванием, такая подальшая агрессия России? Вы знаете, ну, предвестники были еще за полгода до начала, все, оно как-то чувствовалось, вот этот накал какой-то чувствовалось, что что-то произойдет, что-то будет. Ну, мы не думали, что это вообще-то реально. Когда ты принял решение выходить из оккупации? Лично я. Ну, с родиной, так. С самого начала, когда где-то это было 26 февраля, оккупировали Бердянск. 26-27 февраля, было холодно, ветра такие были, они перебили газовую трубу, и отопления уже не было. Просили очень там по телеграм-каналам, так, чтобы мы не включали лишний раз электричество, чтобы, ну, в городе было электричество. Тогда Арестович очень часто успокаивал, две-три недели и все. И это, ну, имело свое действие, чтобы не было паники, чтобы не было переживаний. И мы ждали две-три недели, две-три недели. Тогда перестала работать банковская система, я имею в виду банкоматы, где можно было подойти и спокойно снять деньги с банкомата, либо рассчитаться обычным образом телефоном или просто карточкой пикнуть. Тогда это перестало работать, и люди начали толпами собираться возле банков. Это возле Приватбанка, возле Ощадбанка, там, от других банков. И с восьми утра и до позднего вечера эти люди находились там. Проходя мимо этих людей, я понял, что холодно, и они стоят ни один час, и нужно хоть как-то этим людям поддержать. Я, понятно, что я не могу им дать денег, но я могу, пока они ждут, хоть как-то облегчить их участь. И мы делали в больших термоподах чай, делали бутерброды, приезжали туда и раздавали людям, чтобы они как-то могли согреться и хоть что-то перекусить. Так продолжалось где-то дней десять приблизительно, плюс-минус точно, ну, где-то числа до восьмого, до девятого марта. Когда начали пускать эвакуационные автобусы из Запорожья по девяносто, по сто штук, но они к нам доезжали в Бердянск, в десять, двадцать автобусов, остальные не пропускали. Эти автобусы собирались не в самом Бердянске, а на Луночарском кольце, и туда люди пытались добираться всякими способами, кто пешком, кто как. Я поначалу начал людей просто вывозить туда, на Луночарское кольцо, потому что, к сожалению, есть такое дело, когда говорят, кому война, а кому мать родна. И даже наши таксисты, я не знаю, трудно их назвать нашими, потому что из города, чтобы до Луночарского кольца довезти, вы же сами бердянецы, вы понимаете, какое это расстояние, они брали до тысячи гривен, ну, не с человека, а именно за поездку. Я сначала вывозил туда на Луночарское кольцо, но когда увидел, что большая часть людей возвращается обратно, потому что у них нет места в этих автобусах, то понял, что ими не надо вывозить их. И это числа с 15 марта я начал вывозить людей. Женщины, дети. Я даже с самой первой поездки попал под обстрел. Когда мы поехали, поехали через Васильевку, и нас держали до темноты, а потом через серую зону пустили, уже было темно, и они начали обстрел колонны. Это россияне, они хотели выявить таким образом место дислокации наших военных, и вместе с нами обстрелять их. И я попал под обстрел, но, слава Богу, никто не пострадал. Мы доехали благополучно в Запорожье. Где-то еще 4-5, может, чуть-чуть больше поездок, и потом уже решил, что уже пора семью возить, потому что русия, она цепляла волонтеров, цепляла семьи, через семьи, ну, как бы, выходили. А мы же, ну, не просто, как бы, помогали людям. Мы прятали некоторых людей. Это и семьи военных, и самих военных мы прятали. Когда эта война началась, я говорю, я здесь ни минуты не останусь. Вот чему? Чему? Я не хочу жить. Ты двуче текав, самое, от россиян. Ты уродженец в Вермании, да, проживаешь в Украине. Да, и... До тебя было, я думаю, не так много вопросов, как до других украинцев. Да, но ты двуче едешь от России, которая, за их словами, несет там вызволение, что светлое и русский мир, так как они это называют. Я не хотел жить там, потому что я знаю, что такое русский мир. Анализируя все события, которые происходили и происходят по сегодняшний день в Украине, я могу сказать смело, что каждый военный, кто пришел с оружием сюда, на территорию свободной Украины, они сделали осознанный выбор. Да, им дали приказ, но у них, у каждого из них есть выбор. Идти или не идти, стрелять или не стрелять. Тысячи людей потеряли своих родных и близких. Миллионы оставили свои дома. И они это осознают и понимают, как бы там они потом, когда оказывается в плену, не говорили, что это не так. Мы не знали, нас заставили, мы не знали, куда идем и так далее. Это все обман. Ты так уж опинился в полонии российскому, как это сталося? Это была уже 25-я поездка. Я вывез семью, а потом после этого уже я все равно дальше продолжал ездить, потому что те люди, которые находились в оккупации, они нуждались в медикаментах, в продуктах, детское питание, гигиену. А оттуда вывозил людей. Но не просто как бы людей, но еще и организовывал колонны, потому что много людей боялись, и не знали, как ехать. Эвакуационных автобусов уже было меньше, или практически. Не было, не было зеленых коридоров. Хоть я и старался делать это все тихо, но их не спецслужбы все равно обо мне прознали. Каким образом? Как я? Не знаю, не хочу догадываться, кто это. Ты думаешь, что с тобой сдал, да? Ну, конечно. Из близких? Не, и может быть, и из близких, может быть, это несколько сразу, не то что вариантов, с нескольких сторон. Потому что там были коммерсанты, которые вывозили людей за деньги, за баснословные суммы, за доллары, да? Ну, вы же знаете об этом. Прозвучание. Так же ж. Я это делал абсолютно бесплатно. И с людей денег не брал. Потому что, ну, как можно брать? Ну, это так же ж, если с моей семьи у меня нет денег, и чтобы спастись, мне надо заплатить. Нет. Ну, были сотни других людей, других волонтеров, которые это делали тоже бесплатно. К сожалению, потом уже, их стало меньше, меньше начали пропускать россияне. Ну, и пока у меня была возможность, я ездил. И условия у меня было, даже в колонии, если со мной кто-то едет, чтобы свободных мест в машине не было. Что даже у кого нету машины, чтобы люди могли иметь возможность сесть в машину, где есть свободные места. Мы собирались на спорткомплексе, мы собирались там на Меритопольском шоссе, наверху на АКЗ, на выезде. Ну, разные места, чтобы об этом не прознавали их службы, но узнавали. И уже, это было 6 июля, я уже возвращался обратно в Запорожье к семье, тоже вел колонну, и на самом последнем блокпосту на нуле меня остановили, вывели из машины, у них были мои данные, номер машины, меня арестовали на руки, надели наручники, на голову мешок и повезли в Васильевскую комендатуру. Машина осталась там, машину привез в Украину вместе с людьми другой хлопец, я его не знаю, у него забрали другую, ну, его машину. Там была BMW 7-ая модель, у него отжали машину, а его посадили за руль моей. Какие претензии до тебя были? До меня? Да. А когда меня привезли в Бердянск на следующий день, начались пытки, начались издевательства, били и дубинками, и электричеством. Ну, не буду в это углубляться, но основные претензии и вопросы были, где партизаны, и где оружие. Ну, позывной мой спрашивали, кто у меня куратор. Нет у меня позывного, потому что, ну, нету. Это куратор, кто? Нет у меня куратора. В это же время бьют и электричеством, и дубинками бьют этими. Я говорю, нет у меня куратора. Говорит, кому ты служишь? Такой вопрос какой-то интересный был. Я говорю, служу Богу. И один другому поворачивается и говорит, пиши, куратор Бог, какому Богу ты служишь? Я говорю, три единому отцу, сыну и Духу Святому. Ну, смешно. Сейчас тогда мне было, как бы, не сильно до смеха, но имело место быть. Ну, так, не один раз, и в день иногда, тоже не один раз. Иногда хотелось просто умереть, подставить голову, но они как-то до точки невозврата не доводили. Доводили до самого пика, а потом останавливались, давали отдышаться и опять начинали. Один из дней меня избили до такого состояния и довели до такого состояния, что я 12 дней не мог ходить, не мог передвигаться. Мне перебили ногу, мясо от костей поотставало, зубы повыбивали, от электричества полопались перепонки в ушах, с ушей кровь шла, внутренности поотбивали. Меня бросили там, в этой пыточной валяться. После пыток током очень хочется пить и безумно, я никогда в жизни такой жажды не ощущал и я тогда взмолился, о господи, так хочется пить. Я знаю, что такой ответ на молитву, я сам верующий, я себе представлял, что откроется дверь и они как бы там не было, они все равно, что же люди, они должны же понимать, что после этого всего надо дать хотя бы попить и получается, никто не открыл и не дал воды, никто не отвел в камеру в карцер на подвал. Я там так и валялся и на улице пошел дождь, июль месяц, там в углу был кабель-канал и я эту пластмассу отстегнул, вытер кровь с этого кабель-канала, там была кровь, но не моя, а чужая, как смог, я в наручниках был, вытер эту кровь, а форточка была открыта и я выставил на улицу вот этот кабель-канал, этот жалубок и дождь шел, капал и по этому жалубку и я пока не напился, дождь не перестал. Сколько дней тревал твой полон и как ты в последний раз уже выехал до захорожей? 43 дня я пробыл там, меня вызвали опять на доброс, вывели из камеры, одели наручники, я сам не маленький и этот выводной, он когда меня выводил, на голову мешок не надел, потому что мне когда мешок одеваешь, потому что человека же нужно ввести. Ну, пошли и он показывал здоровую, опять в эту пыточную я захожу и он меня посадил на стул этот, перекоцал наручники и на голову одел мешок, и такой, а в это время я увидел, что стоят эти дубинки, железные, деревянные, резиновые эти дубинки, стоит этот агрегат, который бьется током с проводами, и он такой, не переживай, не бойся. Ну, как не бояться, как не переживать, если ты знаешь, что тебя ждет, и уже не один раз это проходил, и ты понимаешь, что сейчас опять тебя будут мучать, и заходит этот, я его не видел, фэйшник, или кто он там, фэйсбшник, говорит, что ты будешь делать, если мы тебя отпустим? Я говорю, ну, если вы меня отпустите, я поеду к семье, к жене, к детям, сколько времени тебе надо для этого, я говорю, ну, чисто теоретически, сутки, ну, потому что мне надо подготовиться, узнать маршруты, как люди выезжают, я без машины, и мне надо туда выехать. В общем, говорит, за тебя, говорит, видимо, хорошо молятся, а мы тебя отпускаем. Даем 24 часа, чтобы ты отсюда убрался. Он позвал этого выводного, меня вывели в камеру, я забрал там какие-то вещи, которые мне нужны были, и на выходе под диктовку я писал бумагу, что претензий не имею, что физического, морального и психологического насилия ко мне не применялось, что все средства и все ценности, которые были при мне, возвращены в полном объеме. в общем, вот такие бумаги я написал, меня выпустили. Все. И выехал ты в той же день, да? На следующий день я выехал, я позвонил жене в тот же день, и она уже, есть такой благотворительный фонд, Бердянск, свит для своих. и, ну, мы дружили, и жена уже позвонила там им, сказала, что меня выпустили, и они искали волонтеров, которые меня вывезут. И один вывез меня до Васильевки, а второй вывез меня с Васильевки уже сюда. Ты сам також в Запорожье организовал благодейный хат. Чим вы занимаетесь? И навещо это тебе? Ну, я не знаю, горит огонь. Я вижу нужду у людей, и как можно пройти мимо. Я многодетный отец, и мог бы уехать отсюда по законодательству, не прячась, ничего. Но ни я, ни моя жена, ни дети, они не хотят отсюда уезжать, они хотят быть востребованы в своей стране. У нас есть такие центры, где люди могут прийти и постирать свои вещи, посушить их, получить гуманитарную помощь, продуктовые наборы, либо какую-то одежду, распечатать документы, но самое главное – пообщаться, выпить вкусного кофе и пообщаться. И наши центры называются «Гарномисце». Гарномисце для гарных людей, и они, все гарные люди, приходят до нас, и мы вместе с ними радуемся, вместе с ними плачем, потому что у нас одно горе на всех. Кто-то потерял отца, кто-то потерял брата, кто-то потерял мужа. И эти молодые ребята, которые отдали свои жизни ради защиты и спасения наших семей, наших детей, но их родные и близкие остались здесь. И как можно пройти мимо этих людей? «Он отдал жизнь их не сын, их не брат, их не муж, чтобы мои дети жили. Не только его, но и мои. И как я должен отплатить его семье?» Запорожье очень часто прилетает, и детям негде собираться, негде спокойно, чтобы, знаете, общаться. И вот мы сделали такой простор, сделали такую локацию, где дети спокойно могут собираться. это подвальное помещение, оно отвечает на несколько, как это сказать правильно, ну, он повидаст на этом безпеке. Да, 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 у нас и два пожарных выхода, и вентиляция, и генераторы есть в своих случае отключения света, вода, как бы, мы более-менее в защищенном пространстве. И в неделю у нас 500-600 детей собирается. У нас не просто локация, чтобы дети игрались, но здесь проходят занятия, здесь группы с английского языка, изучения английского языка, украинские мови, литературы, початковая школа, дошкольные навчания, математика, библийные уроки. много мастер-классов проходят. Я смотрю на людей, которые родились в Украине и имеют украинские родственные, но они не разговаривают, не разговаривают на своей родной мове. Она очень классная, она спевучая, она неимоверная. Вы знаете, самое, что надихало тогда, в оккупации, в 1922 году, это когда телевидения не было, иногда был интернет, и ты, когда выходишь на этот связок, и увидишь, как говорят на Украинском море. Когда ты стоишь на блокпасте и привез ежи для детей, которые стоят уже не одну часу, и у тебя звонит телефон, и в телефоне рингтон «Доброго вечера, мы из Украины». И тут рядом стоят российские военные, и ты понимаешь, что за это ты можешь попасть, но это настолько надихает. Это Украина. До 24 лютого украинцы не такие были патриоты. Потому что я выехал из Донбасса в 2014 году, и отношение к переселенцам было иначе. Погано было. Я говорю, как переселенец. Но сейчас все существенно изменилось. И на разу отношение и влады, и обычных людей к переселенцам, иначе. Тоди, на жаль, видношение было совсем иначе. Ты из Донбасса, езжай обратно на свой Донбасс. Сепар. И много очень таких нюансов. Но мы были не сепаратисты. Мы были те, которые были не согласны, что происходит там. Мы выезжали сюда, бросали свои дома, свои пожитки. Ты занимаешься, в том числе, и допомогой украинским войсковым. И одна фраза, которую ты сказал до того, как мы записывали в видео, ну, мне показалось очень классным. Тобто, если хлопцу на нуле что-то нужно, то это нужно не ему больше, а тебе. Ну, на нуле... Если хлопцам на нуле нужна машина, то это не им нужна машина. Это нужно мне, чтобы у моих хлопцов, там, моим братам и сестрам, которые там отдают свое життя и проливают свою кровь. Это мне нужно, чтобы у них была автилка. Если им нужно что-то другое. Прилид ночного видения, або квадрокоптер, або еще что-то, то не им нужно. То мне нужно, то нужно всем украинцам. Но иногда ты смотришь на людей, которые на себе не слышали войну. Они не понимают, что это такое, когда бомба, або ракета, або мина, або град падает рядом и взрывается. И они до этого относятся очень недостаточно. Я иногда смотрю, но я вам скажу, что я не хочу брать из них пример. Повернемся к вопросу, которое я задал, как только мы начали поговорить. И мы также спрашивали про синдром переселенца и про то, что ты часто приезжал. Если где окопают Бердянск, ты вернуешься туда или оставишься туда? Нет, если неправильное вопрос, а когда? Когда где окопают Бердянск, обязательно вернусь в Бердянск. Это было уже больше лет назад и ничего не изменилось в моем сердце. Тогда я часто спрашивал себе и свою дружину, что мы будем делать, когда закончится война. Мы будем строить Бердянск, мы будем строить Марьуполь. Мы поедем туда, будем строить нашу страну. И таких, как я, тысячи. Вы тоже будете строить Бердянск на данный период. Там, где люди на данный период ховаются, чтобы не взять этот папир с двуголовой куркой. И не могут получать медицинскую помощь, потому что у них нет российского паспорта. Эти бабушки и деды, которые находятся там и не могут купить лекции. Мы поедем и будем допомогать им. Штаты на ноги. Это учителя, преподаватели, которые не согласились и не стали под Аквафреш. Которых тоже забирали в подвалы и пытали, заставляя, чтобы они перешли в русскую школу и начали детям преподавать русскую историю, придуманную, чтобы детям менять мышление. Это те учителя, которые на сегодняшний день, прячась в оккупации, преподают нашим детям сюда, в Украину. У многих там остались и родители парализованные, и дети больные. Из-за этого они не могут выехать. Но они хоть прячутся для россиян, но они открыты для нас. И они делают великие подвиги. Мы скоро придем. До зустричей в Бородянске. Обовязково. Дякую вам. Иван.